Плюсики вижу. Спасибо, давайте начинать. Собственно, сегодня я хотел рассказать доклад относительно наиболее популярных JavaScript тестовых фреймворков в 2020 году. Давайте кратенько начнем с знакомства. Меня зовут Швец Александр, я работаю на позиции Senior Software Test Automation Engineer в ЕПАМе. В течение последних трех лет, в целом в автоматизации тестирования я в течение более четырех лет в основном занимался автоматизацией на Java, был немножко опыт с Python и JavaScript, но, к сожалению, не production. В своем докладе я хотел бы рассмотреть и сравнить несколько наиболее популярных JavaScript тестовых библиотек, которые популярны в 2020 году. Здесь скорее будет не глубокий какой-то технический анализ, а поверхностный взгляд со стороны человека, который занимался Java и сравнить, насколько автоматизация на JavaScript отличается от автоматизации на Java. Окей, собственно, давайте переходить дальше. Ни для кого не секрет, что JavaScript в течение нескольких лет занимает лидирующие позиции по вопросам на Stack Overflow, по количеству кода в GitHub. Видим, на первом месте у нас JavaScript, потом идет Python и за ним следует Java. Аналогичная ситуация относительно мира автоматизации, здесь немножко другая ситуация. На первом месте все-таки Java, за ней идет JavaScript, стремительно набирает популярность, а затем уже идет Python и .NET. Так, ну, если в Java у нас достаточно ограниченное количество инструментов, связанные непосредственно с тестированием, как тот же самый WebDriver, то в JavaScript библиотек, за парк библиотек намного больше. И, как говорится, что же выбрать, все тулы и фреймворки мы, к сожалению, рассмотреть не успеем. Я, собственно, выбрал четыре из них. Это Puppetier, Cypress, WebDriver, JS и Protractor. Почему же я выбрал именно их? Исходя из статистики по загрузкам, есть такой прекрасный сайт NPM Trends, здесь ссылочка, если кому-то интересно. Как видим, за предыдущий год и половина текущего в лидирующих подскачиваниях библиотеках является Selenium WebDriver. За ним идет Puppetier, затем Protractor и Cypress. Собственно, эти четыре инструмента мы сегодня рассмотрим. Посмотрим на код, сравним между собой и сравним, чем они похожи, чем отличаются по сравнению с Java мира. И давайте перейдем к всеми любимой, я думаю, большинство из вас, если не работало, то хотя бы слышало о такой библиотеке, как Selenium WebDriver. Собственно, схема, которая приведена здесь, это такая концепция, которая применима не только к JavaScript, а применима к всем реализациям Selenium WebDriver на различных языках, таких как Java, Python, Ruby, .NET и, конечно, JavaScript. Собственно, как у нас работает Selenium WebDriver. У нас есть код, написанный на одном из этих языков, который, в свою очередь, общается с драйвером браузера. На данный момент существует достаточно большое количество различных, поддерживается и существует большое количество драйверов браузеров. Это Chrome Driver, Firefox Driver, Opera Driver. Это то, что сейчас могу вспомнить по памяти, но, насколько помню, их намного больше. В свою очередь, браузер драйвера общается с браузером. И, собственно, через браузер происходит обращение на ваш сайт, то есть взаимодействие с вашим аппликейшеном, который развернут на неком инвайроменте. Все вот эта схема, собственно, общается с помощью HTTP-запросов, так называемый V3C протокол. Стандартизированный, кроме того, что это протокол, это является V3C-стандарт. Стандартизированный API, который, в принципе, одинаковый для различных видов браузеров. То есть, независимо от того, какой драйвер браузера вы используете, это Chrome, Firefox или Opera, набор методов у них будет одинаковый. Стандартизированный. Хорошо, так. Давайте поговорим о достоинствах и недостатках Selenium WebDriver. В первую очередь, это гиптость использования в выборе языка, платформы, браузера, как я перечислил, большое количество языков. Платформы Linux, Mac, Windows, различные браузеры, которые я уже упомянул. Дальше. Selenium, и так как он использует V3C протокол, это является стандартом индустрии. У нас есть хорошая и понятная документация по взаимодействию с этим протоколом. Также активное сообщество. Есть миллион туториалов, специализированных форумов, сообществ, где, если задать грамотный вопрос, можно получить ответ. Либо этот же вопрос можно найти уже кем-то решенный на том же Stack Overflow, либо где-то в Google. Есть парализация тестов, к сожалению, не встроенная, а с помощью дополнительных тулов. Но, тем не менее, можно параллелить, и это тоже достаточно легко настраивается. Поддержка плагинов. Я здесь имею в виду, что существует так называемый Selenium IDE, которое удобно использовать начинающим для понимания, как работает сам плагин. Также в IntelJ IDE тоже есть большое количество Selenium плагинов, которые можно использовать при написании тестов. И поддержка мобильных устройств. Да, я забыл упомянуть, что в списке поддержанных браузеров есть и мобильные браузеры. Но в то же время есть и недостатки. В первую очередь, наверное, самый большой. Selenium это у нас библиотека не для тестирования, а для имитации действий пользователей. в браузере. Собственно, поэтому у нас нет ни встроенных раннеров, ни встроенных ассертеров. И все это нужно подключать дополнительно. И достаточно нетривиальная установка. В принципе, это обратно-таки, если сказать про активное сообщество, всегда можно найти ответ на это. Но с нуля настроить Selenium достаточно сложно, если до этого не было опыта. Хорошо, давайте посмотрим на код, написанный на Selenium WebDriver.js. Собственно, здесь ссылочка есть на GitHub. Если кому-то будет интересно, можно будет посмотреть код, который сейчас будет демонстрироваться после презентации. Окей. А, да, хотел сказать, что в рамках данной презентации я автоматизировал флоу. Следующий флоу. Сейчас давайте посмотрим коротенькое видео. Собственно, была автоматизирована отправка логин на Google и отправка с Google письма, затем переход во вкладочку Send и проверка того, что письмо было отправлено с нужным адресатус и с нужным телом и тайтлом. Да, давайте посмотрим на код более внимательно. Как видим, здесь у нас вначале идут подключения всех необходимых библиотек. Как видим, их достаточно много. Как я и сказал ранее, у нас нет встроенных асертеров и тест-раннеров. Это нужно подключать дополнительно. Нужно указать все зависимости для специфического браузера, драйвера и так далее. Как бы все делается не в одну строчку и достаточно сложно. Окей. Да, хотел, по сравнению с Java, как видите, у нас перед каждым действием используется ключевое слово AsyncAwait. Это связано с нюансами JavaScript, то, что у нас язык асинхронный. То есть, если мы это делать не будем, у нас все указанные здесь степы будут выполняться не один за другим, а все вместе. Что нас не совсем устраивает, потому что у нас flow достаточно линейное. Как видим, сам по себе синтаксис очень похож на Java. Это мы возвращаемся к тому, что как в Java, так и в JavaScript у нас используется один и тот же V3C протокол. Есть встроенные вейтеры, немножко они, можно проверять title, url, открытые страницы и так далее. Здесь, как видите, используются слипы. Слипы – это не сильно хорошая практика, но тем не менее я их оставил для того, чтобы показать, что встроенных ожиданий, которые существуют по умолчанию в 7-м веб-драйвере, не хватает. И да, здесь можно было написать какую-то оберточку, но как бы хотелось показать, что именно того, что нам предоставляют по умолчанию в билетике веб-драйвере, этого не хватает. Да, обратно-таки проверяем вейты. FindElement работает аналогично работе в Java. Так же самое, нет никакой проблемы работать с экспосами, с CSS, by name, by id. С этим никакой проблемы нет. Собственно, assert пишутся вот таким образом, используя билетику. Чай, если не ошибаюсь. И в конце не забываем закрыть драйвер, чтобы у нас потушился браузер. Да, из того, что хотел сказать, обратно-таки возвращаемся, что в WTC протокол тесты очень похожи по API с тестами, которые пишутся на Java. Давайте, собственно, это все, что хотелось сказать про селение веб-драйвер. Давайте посмотрим на следующий инструмент. Следующий у нас идет протрактор. Относительно его достоинств. Первое. Сам по себе протрактор изначально задумывался и реализовывался для того, чтобы работать с Angular элементами. Sorry, похоже, проблема со скрином. Сейчас, секундочку, я перешарю. Скажите, пожалуйста, сейчас отображается экран, на котором видно протрактор достоинства. Да, отображается. Можешь вернуться чуть-чуть раньше? Да, у нас была демо. А до этого было видно IDE, когда я переключался? Ну, собственно, тут было видно только там, где код командной строки. Окей, окей, хорошо. Да, вернемся к протрактору. По достоинствам. Изначально библиотека задумывалась для работы с Angular проектами, автоматизации Angular приложений. Собственно, если у вас планируется автоматизация Angular приложения, то здесь даже, в принципе, особо задумываться не надо. Берите протрактор, вам будет легко, понятно и все будет хорошо работать. По достоинствам поддерживается TypeScript, с ним намного проще писать код. Может быть, если, потому что код становится более типизированным, и если обратно-таки сравнивается с той же самой Java, и больше похож на Java. Окей, по поводу недостатков. Первое, это нет возможности тестировать мобилки. И второе, сам по себе протрактор написан, как оборотка над WebDriver.js. И, собственно, если у вас есть какие-то проблемы или issue с WebDriver.js, они будут и в протракторе, и нужно искать решение, как их можно обойти. Так, собственно, это все. Давайте посмотрим на код протрактора. Скажите, пожалуйста, сейчас экран переключился на IDE? Да. Отлично. Давайте посмотрим на код протрактора. Как видим, здесь у нас настройка намного проще. Мы подключили только протрактор. Все остальное у нас, ну и файлик, который с локаторами, он шарен между всеми тестами. И все остальное, больше ничего подключать дополнительно не нужно. Как видим, здесь у нас уже нет вот этих немножко странных осинка вейтов для мира Java. Это связано с тем, что в протракторе есть возможность включить синхронизацию. И после этого осинка вейты писать не обязательно. Так, из фишек того, что мне понравилось в протракторе, есть так называемый expected condition. Это встроенные кондишены протрактора, которые нам помогают более удобно работать с вейтами. Как видите, здесь уже слипов нету. Здесь мы их обходим встроенными ожиданиями с протракторами expected condition. Как по мне, код стал более лаконичен. То есть не нужно добавлять какие-то дополнительные вейтеры. Это все решается с помощью expected condition. Обратно-таки по поиску локаторов, протрактор, нет никаких проблем в работе с CSS, XPath и всеми остальными локаторами. Как по мне, код читаемый и понятный. Собственно, и как видим, если здесь у нас код занимал почти 70 строчек, то здесь мы уложились в 50, даже немножко меньше. Да, про протрактор, собственно, все. Давайте смотреть дальше. Следующий, про что я хотел рассказать, это Cypress. Говоря про Cypress, здесь подход немножко, даже не немножко, а кардинально другой, если сравнивать его с тем же Selenium WebDriver. Когда задумывался Cypress, это изначально, как говорят разработчики, Cypress планировался как комбайн. То есть, если у нас, как видим по слайду, если до Cypress у нас нужно было брать Selenium, потом к нему устанавливать тестовые фреймворки, библиотеки для сертов, дополнительные библиотеки для мокирования, добавлять какие-то обертки типа протрактора, то с Cypress у нас все это включено в Cypress, часть библиотек форкнута и тоже поставляется вместе с Cypress, соответственно, подключение и настройка намного проще и лаконичнее. Хорошо, давайте пройдемся по достоинствам и недостаткам, потом посмотрим код. Достоинства, да, то, что я сказал, встроенный набор инструментов, встроенные ожидания, их по сути даже можно не указывать, Cypress сам в нужном месте, где нужно подождет. Классная фича Time Machine, которая позволяет дебажить код в онлайне, что, кстати, само по себе дебаг JavaScript кода немножко неудобен по сравнению с Java, то в Cypress здесь реализовано классно, это мы сейчас посмотрим тоже в процессе демо. Классная документация, в документации четко расписаны примеры, как делать нужно, как не нужно и с кусками кода, которые прям можно обратить и переиспользовать из документации. Она живая, постоянно обновляется и ее пишут сами разработчики Cypress. Следующее достоинство это написание тестов на разных уровнях. Cypress используется не только для тестирования UI, он используется и для написания unit-тестов, для написания API-тестов и все это пишется с помощью одного инструмента, тоже очень удобно. Не нужно никаких, тянуть дополнительные зависимости в библиотеке. Недостатки. Первое, собственно, то, с чем я столкнулся, когда пытался автоматизировать отправку почты через Google, это возможность переключаться между доменами. Насколько помните, у нас для того, чтобы отправить письмо из Google, нужно залогиниться на домене accounts.google, а потом нас redirected на mail.google, и после этого мы уже можем отправлять письмо и ходить по почте. Вот, собственно, есть проблема у Cypress с тем, что он не может переключаться между доменами. Если бы это было у нас google.mail.google.accounts, все бы работало хорошо. А в этом случае, в нашем случае это не работает, поэтому я выбрал другой почтовик, но, собственно, flow будет то же самое. Это сейчас тоже посмотрим. И, да, между вкладками, в отличие от Selenium.js, мы переключаться не можем. Ну, тоже такое не очень удобно. Так, следующее. Cypress. Понятное дело, что, когда Cypress задумывался, в него была включена некая платная функциональность. Это, можно сказать, как облачный CI, в котором есть так называемая платная параллелизация. По сравнению с Selenium драйвером, Cypress параллелить, к сожалению, мы не можем. Бесплатно. Так, из недостатков, обратно-таки, в Cypress включены свои раннеры, ремоут, и нет возможности его синтегрировать с существующими облачными сервисами, такими как AWS, Azure. Даже, в принципе, запускать на как-то параллели тесты на Selenium тоже, к сожалению, не получится. И из недостатков еще нет возможности обрабатывать native event-браузеров. Это всплывающие по папочке. Хорошо. Давайте посмотрим на код и на тесты с использованием Cypress. Так, давайте мы их запустим. Запустили, и пока тесты у нас бегут, давайте посмотрим на код. Как я уже говорил, подключается он одной строчкой, что удобно и классно. Так, запустили тесты, давайте посмотрим на код. Так, из того, что не сильно понравились Cypress, у нас есть базовый объект CI, у которого, как мы видим, около 150 методов, что, в принципе, не очень удобно. Если у нас в Selenium, я, в принципе, видите, скроллю их очень много. Если у нас в Selenium это все разделено, там какие-то ряды мы можем вызывать на драйвере, часть на find element, часть на weight и так далее, то здесь это все в глобальном объекте CI, что не очень удобно для того, чтобы эффективно писать тесты. Нужно знать хорошо API Cypress. Так, 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 так. Да, еще из недостатков по умолчанию Cypress не умеет работать с X-PASS. Это, в принципе, проблема, не проблема, это еще решено, просто нужно доустановить плагин. Аналогично с iFrame. По умолчанию работа с iFrame не сильно удобна, но если доустановить плагинчик, то начинает работать более удобно. Как видим, здесь, в принципе, все понятно. Нашли iFrame, потом внутри iFrame нашли какой-то элемент, кликнули. Так же самое, если говорить по сравнению с веб-драйвером, то здесь удобнее, что нам не нужно переключаться обратно, как это мы делаем в Java, switch to default content. Так, все остальное. Вот как у нас выглядят асерты. Shoot немножко похоже на Selenid. Так, 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 так. Visit, expect. Да, вот тоже аналогично. Взяли какой-то элемент, достали из него текст, проверили, что текст соответствует требуемому. Да, код тоже у нас достаточно короткий получился. Вот вписались в 55 строк. Да, то, что я запускал, перед этим видим, что у нас тест, к сожалению, упал. Посмотрим, почему. Так, по умолчанию Cypress у нас запускает тесты в скрытом виде, то есть не поднимая браузер. Да, давайте посмотрим видео. Так, секунду. Explorer. Да, вот у нас поднялась раннер Cypress. Да, и что-то, в общем, не прошло. Ну, окей, давайте перезапустим и посмотрим непосредственно, что можно делать в этом Cypress раннере. До этого я запускал, чтобы тест просто проранился в браузере. А сейчас мы поднимаем раннер. Как видим, здесь у нас есть возможность выбрать разные браузеры. Вот видно наш тест, Cypress-тест. Можно посмотреть настройки конфигурации, с которыми будет запускаться тест. Писалась сразу ссылка на документацию и кнопочка логин. Это то, что я говорил. Мы можем логиниться в облачный CI и там платно параллелить и хранить тестовые прогоны наши. При нажатии два раза на тест он запускается. Давайте запустим, посмотрим. Так, вот он запустился тест, открылась страничка. Заполнили форму, залогинились. Как вы видели, у нас явных ожиданий в коде написано не было. Но, тем не менее, после какого-то действия Cypress сам по себе ждет загрузки того или иного либо элемента, либо страницы. Да, и здесь мы можем видеть то, что мы смотрели переключение между iFrame и так далее. Да, вот как у нас выглядят асерты. Флор, в принципе, тот же самый, как я показывал ранее. Мы пишем письмо, потом проверяем, что оно есть в отправленных. И как мы видим, тест у нас закончился, прошел. То, что я говорил, классная фича Time Machine. После того, как тест мы прогнали, у нас окошко с раннером не закрывается, и мы можем в любой момент вернуться на любой степ. Вот, например, мы можем вернуться сюда. Предположим, мы хотим, чтобы мы шли не на какой-то navigation бар сюда, а переходили по какой-то линке. В принципе, здесь работает обычный инспект, но можно сделать проще. Есть так называемый playground, с помощью которого мы выделили элемент, и у нас вот сразу есть кусочек кода, который мы можем вставить, чтобы пойти на эту линку. Вот CI-get, либо CI-contains, это проверит, что у нас там появилась какая-то линка с определенным текстом. Мы копируем copy-to-clickboard и вставляем это сразу в код. Сейчас, секунду. Вставляем это в код, и после этого у нас тест сразу перезапустился уже с обновленным скриптом. Да, то, что я говорил, очень удобно про тестировать REST. Как видим, здесь у нас видны все запросы, которые были. Можно посмотреть. Не очень хороший пример. Сейчас. Ну, в принципе, пока у нас разрушилась страничка, мы видим, какие реквесты были выполнены. Собственно, их потом, в принципе, можем использовать при тестировании API. Таким образом у нас выглядит падение. Тоже, в принципе, понятно. Очень хорошие и удобные ошибки. Так, по Cypress это, в принципе, все. Так, останавливаем. Давайте вернемся к презентации. Так. И последний у нас инструмент это Puppetier. Тоже достаточно, этот инструмент появился достаточно недавно. Он работает кардинально по другому принципу, чем веб-драйвер. Видим, здесь у нас с левой стороны пример, как работает веб-драйвер. То, как мы уже говорили, веб-драйвер, потом драйвер браузера, сам браузер и наш аппликейшн. То Puppetier общается с браузером без драйверов напрямую через веб-сокеты. Либо так называемый Chrome Debug Protocol. Так, Chrome Debug Protocol это протокол, который основан в веб-сокетах и позволяет выполнять огромное количество операций. Часть из них указана здесь. С помощью него мы можем, например, эмулировать отсутствие, либо плохую связь. Можем проверять accessibility. Можем проверять загрузку памяти браузера. Можем проверять, закончились ли у нас все запросы к странице. Из того, что еще хорошо, если веб-драйвер у нас работает по W3C протоколу, он у нас является однонаправленным. То есть мы сделали какое-то действие, с помощью веб-драйвера выполнили какое-то действие, то обратно от веб-сервера мы никакого ответа не получим. О том, что оно прошло или не прошло, мы узнаем только по итогу выполнения следующего действия, на которое мы упадем, либо пройдет все хорошо. С папетиром же из-за того, что он использует веб-сокеты, можно подписываться на некие события, которые инициирует код, и получать ихний статус. О том, событие завершилось, не завершилось, и это очень удобно для проверки той же самой загрузки страницы и так далее. Окей, давайте посмотрим, поговорим про достоинства и недостатки папетира. Первое. Богатый API. То, что я вам перечислил и то, что указано на слайде, это, наверное, какая-то 5% от того, что существует. Есть хорошая документация, можно почитать и там очень много чего можно делать. Кстати, есть такой живой пример. Здесь не про папетир, а про хром-дебаг протокол. Нам пришлось его использовать на моем продакшен-джава-проекте. С помощью хром-дебаг протокола мы очищаем черт-пати куки. Так как, получается, черт-пати куки мы очистить через веб-драйвер не можем. Оно очищает только куки, которые находятся на текущем домене. А у нас нужно было почистить полностью все куки. Вот с помощью хром-дебаг протокола это получилось решить. Если бы мы использовали папетир, то было бы вообще это легко и просто сделать. Дальше. С помощью папетира можно хорошо увеличить скорость прохождения тестов. Есть такая фича. В нем реализована следующая фича. К сожалению, он не позволяет поднимать несколько браузеров одновременно. Но, тем не менее, папетир дает возможность сделать отдельные сессии в каждом из окон. То есть полностью изолированы и они не будут иметь никакого влияния друг на друга. То есть мы можем открыть 10 окон и у нас будет, по сути, бежать тесты в 10 потоков. И, соответственно, поднятие открытия 10 вкладок намного менее ресурсозатратно, чем открытие 10 браузеров. Следующее, то, что я говорил, мы можем с помощью папетира включать и отключать network в нашем браузере. С помощью веб-драйвера такого делать невозможно. По недостаткам парализации явно нету. То есть мы не сможем использовать тот же самый селеноид, например, для парализации, либо селениум грид, только парализация на уровне вкладок. Следующее, необходимо использовать черт-пати библиотеки. Обратно-таки, папетир у нас тоже библиотеки не для тестирования, а скорее для дебага браузера. То есть нам нужно, чтобы полноценный использование как тестовый инструмент, нужно подключать дополнительные библиотеки, такие как сертеры, раннеры и так далее. И давайте посмотрим на код. Так, папетир. Да, здесь, как видим, настройка и конфигурация, и вот, уже достаточно лаконичная. Нам достаточно подключить только папетир и серверную библиотеку. По умолчанию у нас папетир запускается в хеддс режиме. Но можно поменять легко его на не хеддлесс. Так, обратно здесь мы видим асинк и вейты. Все обратно-таки возвращается к тому, что у нас JavaScript является асинхронным языком. Здесь его, к сожалению, отключить нельзя. По API, как видим, здесь немножко API отличается от привычного нам Selenium. Но он, в принципе, тоже понятный. Из того, что мне понравилось, очень удобно делать скриншоты. Вот page, screenshot и указываешь, как назвать скриншот. Вот если вспомнить ту же самую Java, это нужно писать дополнительный класс, даже, точнее, реализовывать интерфейс, то здесь это намного проще. И скриншотики у нас успешно сохраняются. Очень удобно построена работа с вейтами. Можем, грубо говоря, внутри одного вейта сделать несколько условий. Например, то, что у нас страничка загрузилась, загрузился полностью дом-контент, полностью закончились все сетевые соединения. По селекторам, здесь, в принципе, все то же самое, что с Selenium веб-драйвером. Работает с CSS, X-PASS, никаких проблем нет. Ассерты, мы подключаем дополнительные, они очень похожи, точнее, зависит от того, какую вы билетеку используете. Можем ждать появление определенного селектора, X-PASS. Это, в принципе, наверное, все, что можно сказать. Код будет доступен, если кому-то можно по ссылочке в презентации. Здесь ссылочка. Если кому-то будет интересно, можно посмотреть его на GitHub. И давайте проведем прирастное сравнение. По окрасбраузной поддержке все рассмотренные инструменты поддерживают ее. Headless Browser аналогично поддерживают встроенные библиотеки для тестирования. У нас есть только в Cypress. Все остальные, во всех остальных случаях, нужно подключать дополнительные библиотеки. Механизмы ожидания полностью автоматически только у Cypress. У всех остальных нужно явно указывать, что мы ждем какого-то события. По парализации тестов встроенные только у Cypress, но, к сожалению, платные. Все остальные тоже нужно использовать какие-то дополнительные инструменты. И по IDE тоже у нас побеждает, так сказать, Cypress. Но здесь тоже использователь или не использователь на продакшн-проекте. Нужно подойти внимательно, ознакомиться с документацией, потому что можно натолкнуться на те грабли, с которыми столкнулся я, что нет возможности переключаться между вкладками или работать с разными доменами. По выводам. Приму это в целом про сравнение написания тестов на JavaScript и на Java. По ощущениям показалось, что на JavaScript писать быстрее, чем на Java, потому что не нужно создавать какие-то дополнительные конструкции, так как язык скриптовый, писать на нем проще, как мне кажется. Если проект не сильно большой, то, наверное, его легче стратануть. Но, обратно-таки, нужно думать про архитектуру, чтобы в последующем, если проект будет разрастаться, его можно было качественно и хорошо поддерживать. По преимуществам еще, используя JavaScript, можно более качественно взаимодействовать с разработчиками, с теми же самыми JavaScript-разработчиками. Если обращаться к ним с какими-то вопросами, я думаю, им будет проще ответить на вопросы, связанные с JavaScript, чем с Java. Обратно-таки, есть большое количество решений, вопросов, проблем с той же самой настройкой environment, настройкой инструментов. В принципе, можно спросить всегда, задать вопрос на профиле в форуме или спросить в сообществе. Обычно люди помогают, если с чем-то застрял. По недостаткам. Как по мне, это менее стабильные решения, потому что, пока писал эти тесты, немножко намучился, как мне показалось, с Java было бы проще. Возможно, это дело привычки. Сложность дебага везде, за исключением Cypress. Как-то, может быть, до конца не понял, либо не разобрался, но из того, что общался с JavaScript-разработчиками, говорят, что дебажить действительно сложно. И для того, чтобы писать на JavaScript-те, нужно хорошо понимать JavaScript. Одно дело написать какие-то несколько тестов, которые покрывают Flow, другое дело автоматизировать какой-то сложный комплексный проект. Чтобы построить грамотную архитектуру, нужно хорошее понимание JavaScript. Собственно, все. На следующем слайде вы увидите список полезных ссылок, которые были использованы в прототоке презентации. У меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать в чатик. Да, спасибо, Саша. Надеюсь, твоя презентация побудила кого-либо из ребят заняться углубленно JS, потому что сейчас, как минимум, в EPUM-е эти позиции достаточно популярны. У нас достаточно много сейчас спроса на Automation in JS. Давайте тогда перейдем к вопросам. Я вот сверху вниз тогда зачитаю. Да, и правда, фризился экран на веб-драйвер презентации демо. Там буквально, я так понимаю, несколько минут. Так, задают вопрос, как насчет веб-драйвера I.O. Саша, можешь прокомментировать? К сожалению, у меня опыта с ним не было, но давайте посмотрим на... Так, ну, исходя из того, что MPM Trends, сейчас веб-драйвер I.O. Веб-драйвер I.O синенький. Ну да, можно сказать, что он на пятом месте. Ну, к сожалению, по нему ничего рассказать не могу, но исходя из того, что он популярный, то я думаю, он подобный, либо... Ну, в общем, тяжело мне сказать, потому что с ним на Protection Drag Race не сталкивался. Окей, ну, тут сравнивались, да, вот эти четыре, да, по остальным, да, то есть, возможно, в будущем сделаем какой-то сравнительный анализ. Давайте дальше. Какой плагин использовали для Cypress iFrame? А, какой плагин использовали? Сейчас, секунду, я постараюсь быстренько загуглить. То есть, я понял, ты пока головы не помнишь, туда идем. Да, я сейчас отвечу в чатике. Хорошо. Окей, окей, тогда сделаем отложенный ответ. Пробовали ли новый PlayWrite? Нет, не пробовал, слышал про него, но не пробовал, исходя из того, что читал, очень похоже на Puppetier, но, вроде бы, как говоря, обещают, что лучше, чем Puppetier. Угу, окей, хорошо. Так, далее отвечали на вопрос по поводу фриза. Запись, пожалуйста, пересмотрите. Вот вопрос. В Selenium разве нет Implicit и Explicit Weights? Там неявные ожидания. Selenium будет искать элемент каждый 500 миллисекунд за вас, если Implicit. Сейчас, секунду. Да, по идее, да, это, наверное, к тому, что я использовал слипы. Да, по идее, можно просто перед поиском этого элемента переопределить дефолтное значение Implicit Weights и после этого слип не использовать. Да, можно было так, в принципе, сделать. По Cypress Iframe сбросил ссылочку в чатик. Да, я ее пересылаю. Так, ты сбросил внутренний чатик. Пересылаю во внешний. Окей, давайте дальше. Так, секундочку. Почему на JS быстрее писать, чем на Java? Это какие фреймворки сравнивались? Скорее, это не фреймворки, если речь идет про написание тестов на чистом JS. Да, если говорить про Selenit, возможно, на Selenit писать быстрее. Но если говорить про чистый Java Selenit драйвер, то, как мне показалось, написать на JS быстрее. Потому что не нужно тянуть за собой всю инфраструктуру Java. Например, те же самые build-tools. Так, как язык JavaScript скриптовый, то настройка самого проекта занимает меньше времени. Но это, обратно-таки, мое такое мнение. Окей, спасибо. А что по кросс-браузерному тестированию в Cypress? Да, есть то, что я показывал. Там по умолчанию есть встроенные браузеры. Сейчас, секунду, давайте вернемся. Поднимется раннер. Я покажу. Может Firefox, может Chrome. Есть Chromium, есть Electron. Возможно, что-то еще поддерживает. Так точно не скажу. Плюс, обратно-таки, можно добавлять дополнительные... С помощью конфига добавлять дополнительные разные версии. То есть 84-то это не обязательно. Можно поставить 80-ую и любую другую версию. Понятно, спасибо. Давайте тогда дальше. Разве нет в Проктракторе возможности эмулировать мобильный прибор браузером? Что имелось в виду под Проктрактор не иметь возможности тестировать мобильный мод? Сейчас, секунду. Затрудняюсь сказать. Я скорее про эти недостатки взял из какой-то статьи. Сейчас, к сожалению, не могу прокомментировать, потому что у меня продакшен опыта с этим не было. Возможно. Не исключаю такую вероятность. Окей, спасибо. Так, ну, насколько я вижу, основные вопросы я ответил. Там был вопрос по поводу использования нашей презентации. Ну, да, то есть, кроме, то есть, как компании EPUM, сотрудников компании EPUM, то есть, вы не можете использовать ее материалы. То есть, это только для вашего личного использования, то есть, для вашего личного изучения. Саша, у тебя есть что добавить еще? Тогда будем двигаться дальше. Нет, у меня, в принципе, никаких вопросов, пожеланий нет. Единственное, что, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите на почту. Почта на втором слайде указана. Попробую подсказать, может быть, более. Продолжение следует...